Рок-музыка на корабле. В Москве завершается грандиозный музыкальный фестиваль Мегафон Лайф. Под занавес на речном судне пройдет концерт группы Би-2. Курс на лайки. Зажигает со звездами сцены наш корреспондент Анна Заброда. Ань, приветствую тебя. Как атмосфера? Рассказывай. Так, здравствуйте. Ну, вот мы упали здесь, нас назад только отчаяния. Гостинина Украина. Вот у вас сейчас у вас были с глазами концерт, самый черепа группы. Не начался, а вот эти оборудование очень готово, все выставлено, но по планам это только состоится в 18 часов. Вот и сейчас. Но мы идем за медикальную возможность пообщаться с тем, кто попал на этот корабль. И, в общем-то, выяснить у них, как им это удалось. Вот эти самые шестивчики, ребята. Вы че такие мудрые? Вам заведуют сейчас тысячи людей. И, по-другому, тебе на концерте Би-2 пустите. Как вы, скажите, как вы сюда попали? Что вы должны были сделать? Чтобы была рекорд-запись и подписаться. И все. Никаких конкурсов не было. И вы также сюда попали? Абсолютно не попали. Вот так, а вот девушка стояла. А вы как сюда попали? А как, какой конкурс? Что нужно было сделать? Абсолютно простые правила были, чтобы попасть на корабль в поле, что нужно было сделать запись в официальной группе «Мегафона» и, в общем-то, получить приглашение. Получается какая-то магия. И, в общем-то, с одним из своих магов, он сейчас предстоит, что это организатор всего мероприятия «Виолетта». Виолетта, расскажите, как вам пришла была такая идея провести ром-концерт на корабле? Почему корабль? Потому что мы проводим испытания нашего высокоскоростного интернета на земле, в воздухе, и вот на воде будет онлайн-трансляция ВКонтакте. Я думаю, что все будет очень здорово. Как B2 группа отреагировала на то, когда вы предложили им вот такую альтернативу, необычную? Я надеюсь, что им это нравится. Какой-то конкретной реакции не было? Нет, я не видела. Спасибо, Виолетта. Но, кстати, на этом мои сюрпризы не заканчиваются. Сейчас я вам покажу еще один момент интересный, не буду говорить, что это. И пока расскажу, как будет выглядеть, в общем-то, наш маршрут. Сейчас мы поплывем к парту Гольфово. У нас уже сам должен туда доплыть. Уже там, непосредственно, на путь печала, начнется концерт по B2. То есть те люди, которые придут к парту Гольфово, они будут свидетелями этого концерта несколько песен или два исполнить как раз прямо у них на глазах. И уже только после этого мы отправимся дальше уже в наши плавые, вот уже полноценный и плавучий, скажем так, концерт будет проходить на корабле Рэдисон. И вот тот самый, что я говорила. Помимо того, что ребята окажутся на этом концерте, на корабле Рэдисон, здесь еще для них и буршетки готовят. Смотрите, ну, уже поели люди, конечно, голодные. Вот для работы пришли. Получается, такой праздник не просто концерт, а вот настоящий праздник. На корабле Рэдисон многие мечтают покататься, увидеть B2 вживую, ну, еще и перекусить. В общем-то, я, честно признаюсь, давно очень хотела тоже попасть в концерт. Только B2 мы так-то вот раскладывались, теперь я понимаю, почему. Чтобы это все было вот так масштабно, вот так красиво. Спасибо тебе большое, Аня. А оказывается, всего-навсего надо было просто сделать репост. Вот обычно не веришь в это, а зря. Это была моя коллега Анна Заброда. ГРУМ М3 Б2